На фоне все более очевидного коллапса государственности Республики Армения, ищущая своего сына армянская мать, возлагает свои надежды лишь на Азербайджан и президента Ильхама Алиева. Предлагаем вашему вниманию фрагменты из эмоционального выступления женщины. А вы не думали, когда сбрасывали трактором тела азербайджанских солдат в яму, что точно так же и с вами поступят? СМИ, вы тоже виноваты в этом вопросе. А теперь азербайджанец говорит, как закопал, так и выкапывай по одному. А после я тебе верну пленных и тела твоих солдат. Посмотрите, как азербайджанцы последовательны и требовательны. Они заставили родителей солдат, ищущих трупы своих детей, найти этого тракториста, чтобы он раскопал это место. Вот какое должна быть страна. Я уеду и сдамся Азербайджану. Азербайджанец и меня не тронет. А вы должны снять и показать миру, как я сдаюсь Азербайджану. А если не приедете, значит и вы предатели. Я вчера в Горесе сказал о Николу Пашиняну, что сегодня сдамся Азербайджану. О моем решении и он знает. Он сегодня должен дать ответ. Вместе с моим сыном служит один солдат. Я его видела на телевидении. Я надеюсь, что хотя бы этот солдат сможет дать какую-то информацию о моем сыне. Эти бараны закрывают двери перед матерями. Они с нами не считаются. Как я могу сделать, чтобы мой голос услышал Ильхам Алиев? Если он услышит, то возьмет меня за руку и скажет, пойдем вместе, найдем твоего сына. Я в этом уверена. Если у вас есть возможность, скажите Алиеву, пусть пошлет самолет, чтобы мы поехали и нашли своих детей. Если он узнает эту новость, то обязательно поможет, будьте в этом уверены. Никто, кроме него, нам не поможет. Эти люди ничего не могут сделать. Я говорю это от имени группы матерей, потерявших своих детей. Эта группа вчера побывала в Горесе. Там нам никто ничего не сказал. Только сказали, что идите. Если будут новости, мы вам скажем. Да будут прокляты и власти оппозиция. Слова этой армянской женщины наглядно показывают разочарование армянского народа от собственных властей. Особенно примечательны ее проклятия и в адрес властей, и оппозиции. И ведь не поспоришь. Нынешние власти своими выходками, оскорбительными действиями в адрес азербайджанского народа, можно сказать, сделали все, чтобы начать войну. Ведь именно бездумные провокации армянской стороны в начале в июле, а затем в сентябре, привели к большой войне, многочисленным потерям с обеих сторон. А сегодняшняя армянская оппозиция – это бывшие правители страны. Это те, которые в принципе начали конфликт с Азербайджаном в 90-х, возглавляя сепаратистское движение в Нагорном Карабахе. Среди лидеров этой оппозиции достаточно людей, чьи руки по локоть в крови азербайджанского народа. Именно лидеры этой оппозиции в свое время ехидно высказывались о событиях в Хаджалы, заявляя, что азербайджанские и армянские народы генетически несовместимы. В Азербайджане четко слышат такого рода сигналы и заявления армянских властей, но понимают, что эти заявления не отражают чаяния простого армянского народа. К сожалению, приходится констатировать, что армянский народ стал пленником собственных властей и их необдуманных политических, экспансионистских, националистических взглядов и желаний. Азербайджанские власти прекрасно понимают состояние дел в Армении и внутри армянского народа, и поэтому сигналы Баку достаточно четкие и адресованные. Как заявлял в ноябре президент Азербайджана Ильхамалиев, у его страны нет проблем с армянским народом. «В своих многочисленных интервью в течение этих 44 дней я говорил, что они являются нашими гражданами, и они увидят, что под руководством Азербайджана они будут жить хорошо. Они должны избавиться от криминального трусливого режима хунты», сказал президент Ильхамалиев. Азербайджан Азербайджан